Я иду не спеша, ты скажешь медленно, но ведь жизнь так хороша и так быстротечно. Остановись, запомни этот день. Наблюдаю и думаю, ощущаю настоящий момент, не суючусь понапрасну и ценю то, что у меня есть. Друзья, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас в мой медленный влог. Давайте проведем эти несколько минут вместе. Похоже, человечество устало, наконец, от бесконечной и бессмысленной спешки. И все больше людей, в том числе и я, находят себя в философии медленной жизни. Считают, что необходимо избавиться от бестолковой активности, от ненужных движений, от всего лишнего в этой жизни. Медленная жизнь предлагает замедлить гонку на выживание и насладиться моментом, в котором мы сегодня живем. Ведь вокруг нас столько всего прекрасного. Улыбка ребенка, природа, облака. Почему? Нет. Мы ведь прекрасно знаем, что завтра это все закончится. Потому что наша жизнь, она не вечна. Может быть, пришло время воплотить свои желания. Вы знаете, все успеть невозможно. Да и нужно ли? Ведь куда важнее осознанный подход к жизни. Способность находить удовольствие в мелочах. Согласны вы со мной или нет? Напишите. Как научиться жить медленно, в гармонии с самим собой, с окружающим вас миром? Важно научиться созерцать. Уметь расслабляться. И это не значит, что нужно отказаться от какого-либо успеха, движения вперед. Нет. Просто здесь тише едешь, дальше будешь. И успех, успехом считается сам путь, а не конечная цель. Именно так вы должны смотреть на эту жизнь. Движения, которые являются жизнью. А какая у вас скорость, это уже вам решать. Я в этом видео хочу поделиться моим состоянием души и то, что происходит сейчас во мне. Я стараюсь постоянно прислушиваться к своему внутреннему миру и делать то, что мне больше всего хочется в данный момент. Остаться дома или выйти с друзьями в ресторан. Слушайте себя, и вы научитесь понимать именно свой внутренний голос. Не идти против себя, против своей природы. Как же перейти на этот медленный образ жизни? Вы мне скажете, что такое невозможно в 21 веке. Но я скажу, что возможно. На медленный режим следует переходить без спешки. У вас возникнет вопрос, где взять время. Я работаю, у меня все расписано по минутам. Работа, метро, дети, муж. Я предлагаю прислушаться к себе, что на самом деле вы любите, что доставляет вам в этой жизни больше всего удовольствия. Сейчас же вы сидите перед экраном, значит, у вас есть несколько минут на мое видео. И спасибо вам огромное за то, что подписались, за то, что уделяете время мне и моему каналу. Вы знаете, я думаю, что сначала нужно посмотреть со стороны на свою жизнь. И понять то, что вы делаете вне удовольствия. Возможно, вы занимаетесь несколькими деятельностями. То есть у вас есть несколько видов спорта, и один из них вы не очень как-то любите. Возможно, от него стоит отказаться. Или вы ведете несколько каналов на YouTube. И понимаете, что у вас нет возможности делать и то, и другое. То есть это способ выбирать. Выбирать, что готовить, что есть, как действовать, куда ехать. И делать это все с удовольствием. Давайте сегодня в этом видео мы с вами приготовим кейк из тунца и брокколи. У меня осталось брокколи, я ее отварила. И отварила немножко too much, слишком. Раздавила вилкой, добавила тунца в собственном соку. Вы можете добавить какие-то другие консервы, если у вас имеются. Или свежую рыбу, отваренный лосось. Я разбиваю два яйца. Здесь уже как бы вы решаете, какой подход к питанию выбрать. Если вам интересен мой сегодняшний подход, как я действую, какие у меня есть постулаты, то обязательно мне напишите. Я вам с удовольствием расскажу и поделюсь. Мы постоянно забываем, что мы хозяева нашей жизни. Если я выбираю, что есть, то я могу и отказаться от того, что я не хочу употреблять. Здесь только мы решаем. В мой кейк я добавляю специи. Я очень люблю специи. Здесь у меня паприка, немножко соли, перца. Вы можете добавить по вкусу. Все, что вам хочется. И я единственный человек, который может контролировать мой вес. Никто другой за меня это не сделает. И мой самый лучший доктор, это моя пища. Мы просто-напросто все перемешиваем. Это просто. К сожалению, я допустила недопустимую ошибку. Я готовлю в очень красивом салатнике и мешаю вилкой. Не допускайте эту ошибку. Вы можете оставить следы от металла на фарфоре или на фаянсе. Добавляю несколько ложечек овсянки. Вы можете добавить отруби у вас, если у вас есть. Я решила сделать кейк без глютена. Это не дань моде, потому что я очень люблю именно такой состав. Мне легче переваривать такую пищу. У меня нет вздутия, ни боли в животе. В общем, я выбираю, если возможно, без глютена. Добавляю сметану. Вы можете добавить немножко йогурта, если у вас нет под рукой сметаны. Все это перемешиваю хорошенько. И затем я добавила кукурузной муки. Если у вас нет кукурузной муки, вы можете добавить любую другую. Но мне кажется, что именно с кукурузной мукой кейк становится очень таким мягким, воздушным. Просто одно наслаждение. И немного укропа сухого. Добавляйте все, что хотите. Соль, укроп, специи, которые вы любите. Кто-то у меня спросил, с чего начинается красота. Я скажу, что красота начинается с того, что вы принимаете себя, та, которая вы есть сейчас. И начинаете уже затем себя улучшать. Чуть-чуть соды. Вы можете загасить, я не стала. И перемешиваем. Вы знаете, мы каждая из вас и каждая индивидуальность. И мы можем быть красивыми без того, чтобы походить на кого-то другого. Я добавляю чуть-чуть масла. Это масло жареного лесного ореха. Оно придаст очень приятный вкус. Если у вас нет этого масла, вы можете добавить чуть-чуть кунжутного. Того, которое вы любите. Совсем капельку. И я беру форму. Мои любимые от Tefal. Силиконовые, которые складываются. И которые с дырочками. Вы знаете, идет вентиляция воздуха. И кейк прожаривается со всех сторон. В том числе снизу. Просто заполняете форму. И ставите в духовку. У нас у каждого свои предпочтения. У каждого подход к пище свой. Мне нужна пища, которая будет полезная, вкусная и красивая. Поэтому я уделяю достаточно много времени визуалу. То есть визуально тарелке, продукту и так далее. Я добавляю немножко. Это семена черного тмина. И также подсолнечника. Когда кейк зажаривается сверху, они становятся хрустящими. И получается очень-очень вкусно. На моей кухне мне не хватает места. У нас небольшая кухня. К тому же я очень люблю формы, посуду. Поэтому я постоянно провожу расхламление. Я разбираю. Но духовка у меня всегда полная. Здесь различные формы и так далее. Поэтому приходится каждый раз убирать и разбирать. Не совсем удобно. Ну, куда деваться. И сейчас на несколько минут мы помещаем кейк в духовку. Все зависит. Время зависит от того, сколько, какая у вас духовка. И как вы ей пользуетесь. В общем, у меня где-то минут, наверное, тридцать. И знаете, я хочу добавить, что одно из важнейших умений, которое поможет перейти вам на новый ритм, режим жизни, это научиться говорить «нет». Чтобы не оказаться в плену вот такого бешеного ритма. который заставляет тебя выполнять массу обязательств. И, возможно, ты и не хочешь их выполнять. И освободившееся время ты можешь распределить, посвятить простым, очень простым радостям жизни. Заварить чай, посидеть с книгой, поиграть с ребенком. В общем, я думаю, что вы меня поймете. Самое главное для меня проводить как можно больше времени с близкими. Ведь эту роскошь общения не заменят тысячи электронных лайков и фотографий. Поэтому я решила, что постепенно я буду делать детокс от социальных сетей. Возможно, видео будут выходить немножко реже. И будут такие дни, выходные, когда я буду полностью закрывать социальные сети и проводить это время в моем любимом доме с моей любимой семьей. Напишите, что вы думаете о таком детоксе. Я думаю, что детокс нужен и гардеробу, и в приготовлении, то есть в пище, и в отношениях, и также в деятельности, которую мы ведем. Кейк получился просто великолепный. Я не скажу, что я очень люблю готовить, но я люблю очень готовить по настроению именно тогда, когда мне этого хочется. Несмотря на то, что не существует какого-то свода правил о том, как жить, все люди всегда ищут умные советы, идеи, и очень часто мы ищем это в социальных сетях, на ютюбе, в инстаграме, сравниваем. Как же сделать нашу жизнь приятнее, проще? Как правило, всем хочется избежать каких-либо серьезных ошибок, найти работу, которая будет приносить достаток, с которой можно комфортно жить. Когда-то мы ищем определенные идеи, чтобы сэкономить деньги. Но самое главное, мы не прислушиваемся к себе, потому что ответы очень часто в нах самих. Даже не ответы, а ошибки. Мы уже знаем, что мы делаем не так. Но не хотим с этим соглашаться. Мы боимся столкнуться вот с этой болезненной правдой, что я уделяю тому или другому очень много времени, и это не приносит ощутимый результат. Возможно, нужно просто-напросто сменить немного направление или изменить род деятельности, просто-напросто его подкорректировать. Поэтому вся правда в жизни в том, что жизнь не всегда должна быть легкой. Иногда приходится сталкиваться с трудностями, чтобы меняться, чтобы понимать, с чего действительно вы хотите в этой жизни. И я вам всем этого желаю. Понять. Вы мне скажете, что легко рассуждать, но деньги могут решать большинство ваших проблем. Вы знаете, я не буду спорить, деньги — это еще не все, но многие вещи в жизни становятся проще, когда вы финансово обеспечены, согласитесь. И, к счастью, это не означает, что вам нужно быть богатым вот сейчас прям срочно. Просто мне кажется, что нужно иметь здоровые отношения с деньгами и с тем, как вы ведете, как вы планируете эту жизнь. Если вам интересно о том, как сейчас я планирую свой бюджет, на чем я экономлю, как я пришла к такому образу жизни, то напишите мне, я обязательно с вами поделюсь в следующих видео. Посмотрите, какой воздушный кейк. За счет брокколи и кукурузной муки он просто невесомый. Он тает во рту, как облачко. Поэтому я от всего сердца советую вам приготовить этот вкусный, простой и полезный рецепт. Я думаю, что все ингредиенты вы без проблем найдете на вашей кухне. Если вам понравилось это видео, если вам хочется больше рецептов, именно моих рецептов, то напишите мне, пожалуйста. Если вам нравится мой образ жизни и моя философия, также прошу вас оставить комментарий. Я благодарю вас за то, что уделили эти несколько минут мне и моему каналу, за вашу обратную связь. Это просто-напросто бесценно. Мы здесь, чтобы общаться. И я вам желаю всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok